Всем привет! Вы на канале программирования на Java для детей и не только, и с вами я, мистер Влад. Сегодня мы поговорим о двух основных понятиях программирования, которые называются базы данных и переменные. Сначала о базах данных. Возможно, вам приходилось видеть объявления, в которых фирмы приглашали на работу программистов, владеющих языками управления базами данных. Поэтому я хочу вас познакомить буквально в нескольких словах с этим понятием. И вы будете очень удивлены, когда поймете, что база данных – это просто таблица. Она состоит из строк и столбцов, на пересечении которых находятся клетки или ячейки, а в них записаны какие-то слова, предложения или числа. С такими таблицами мы постоянно имеем дело в нашей повседневной жизни. Только в мире компьютеров эти таблицы могут содержать огромное количество информации. Если, к примеру, в базу данных вписать всех жителей населенного пункта, то количество строк в такой таблице будет равно числу его жителей, а количество столбцов – тому числу параметров, которые местные власти сочтут необходимым туда внести. Например, первый столбец таблицы – это фамилия человека, второе имя, третье отчество, четвертый год рождения, пятый месяц рождения, шестое число, седьмой пол, ну и так далее. А теперь давайте представим, что такая таблица записана не на листе бумаги, а в памяти компьютера. Как она выглядит? Мы с вами не специалисты в области электроники, поэтому можем лишь вообразить себе конструкцию, состоящую из миллионов ячеек. Каждая ячейка предназначена для хранения какой-то информации – цифры или буквы, слова или предложения, или даже целых страниц текста. Это, конечно, очень простое представление о реальной компьютерной памяти. Оно устроено намного сложнее, но нам так будет легче понять, что такое переменное. Вот я сейчас вам перечислю. Буква, цифры, число, слово, предложение, текст – это понятия, которыми мы пользуемся в обычной жизни. Компьютер же с ними не знаком. Все, что ему известно – это количество ячеек памяти, куда он может записать нужную нам информацию. И что у каждой такой ячейки есть уникальный адрес, по которому компьютер может ее найти. Сейчас мы напишем небольшую программу, которая будет использовать память компьютера для хранения и вывода на печать нужной нам информации. А заодно поймем, хотя и на очень простом уровне, как работают компьютерные базы данных. Представьте себя в роли организатора вечеринки для друзей, которая проводится в складчину, и каждый ее участник должен нести какую-то сумму денег, чтобы купить нам все необходимое. И вам пришла в голову идея – не записывать все этот блокнот, а написать программу для этой простой таблицы на языке Java. А еще мы будем учитывать факт присутствия участников на этой вечеринке. Например, если он или она не смогли прийти, то программа должна сообщить нам об этом. Как и в первом уроке, мы подготовим на диске место для новой программы и откроем среду программирования IntelliJ IDEA. Для нашей новой идеи создадим класс с именем Table, таблица. Но прежде чем мы начнем что-то писать, обратите внимание на фигурные скобки, которыми открывается и закрывается так называемое тело класса и тело метода. Класс у нас имеет имя Table, а Met, как мы уже говорили, это Main. Мейн. Понятие тело – это термин, который принят в программировании и обозначает все, что содержится под данным выражением. А у нас их два. Первое выражение – сам класс, а сразу после его имени вы видите первую фигурную скобку. Она открывает тело этого класса. А внутри находится метод Main, и у него тоже есть свое тело, и оно открывается следующей фигурной скобкой. Чтобы вам легче было ориентироваться в этих скобках, можно расположить их иначе. Перенесем открывающие скобки для тела класса и для метода Main на новую строку. Теперь мы видим, что строго вертикально под ними расположены закрывающие тело скобки. Это удобный прием для начинающих, но профессиональные программисты так не делают. Потому что при этом увеличивается число строк на экране, и для длинного кода придется тратить дольше времени на прокрутку экрана. А теперь обратите внимание, что если выделить мышкой одну из фигурных скобок, то будет подсвечена и ее пара. Язык Java очень строго реагирует на эти скобки. Если есть открывающая скобка и забыть ее закрыть, компоновщик выдаст сообщение об ошибке, и программа работать не будет. Ну, пришло время вернуться к нашей идее. Давайте определимся с участниками вечеринки. Пусть их будет пятеро. Олег, Кирилл, Антон, Таня и Оксана. Как сообщить об этом программе? Для языка Java имя каждого из участников – это строка. В строке находятся символы, буквы. Чтобы программа могла прочесть и запомнить строку, необходимо выделить в памяти компьютера определенное место, где эта строка будет храниться. Такой прием называется определением переменных. У каждой переменной должны быть тип и уникальное имя. Тогда компьютер сможет выделить в своей памяти место, размер которого будет зависеть от типа переменной. Компьютер преобразует имя переменной в систему своих машинных кодов, и потом будет легко находить его по этому адресу, который соответствует уникальному имени переменной. Запомните, очень важная особенность программирования. Нельзя использовать одно и то же имя для двух переменных одного типа. Компьютер их просто не найдет, и компоновщик не пропустит к выполнению такой код. Что это значит, мы сейчас рассмотрим на примере нашей программы. Напишем в теле метода main слово string с большой буквы. String – это тип переменной строка, строка символов. Неважно, будут ли это буквы, цифры или какие-то другие специальные символы, точка, запятая, тире, звездочка и прочее. Для переменной string все они символы. И будут размещаться в памяти компьютеров в той последовательности, как вы их напишите в программе. Теперь нужно дать переменной любое удобное читаемое имя. Например, name1. В эту переменную мы запишем имя первого участника вечеринки. Если вы не знаете английского, можете писать имя переменной на французском, или на немецком, или просто написать латинскими буквами русское слово имя. Ну, ни в коем случае не пишите имена переменных русскими буквами. Java их не понимает. Итак, у нас появилась первая переменная name1. На следующей строчке присвоим ей, как говорят программисты, определенное значение. А именно, имя конкретного участника вечеринки Олега. Его надо вписать в двойные кавычки. И вот тут уже можно использовать русские буквы. Допустим, что Олег внес какую-то сумму денег для участия в вечеринке. Например, 100 рублей. Как мы можем сообщить об этом программе? Ну, давайте ограничимся для простоты целым числом. Тогда эта сумма может храниться в переменной типа integer, которая предназначена для хранения целых чисел. Ее мы определим в следующей строке, как int sum1. Int – это integer, а sum1 – это имя переменной. И чтобы не писать новую строку кода, воспользуемся удобной особенностью языка Java, тут же присвоим переменной значение 100. Теперь компьютер сохранит эту цифру в своей памяти. Следующий вопрос. Пришел ли Олег на вечеринку, несмотря на то, что деньги-то он сдал? Но тут всего два варианта – да или нет. На языке программирования это звучит несколько иначе. Если пришел, то это правда – true. А если нет, то ложь – false. Для хранения такой информации существует специальный тип переменной. Он называется логическим boolean. И может иметь только два значения – либо true, либо false. Допустим, что Олег пришел на вечеринку. Тогда мы можем записать это как переменную типа boolean с именем presence1. Ну, presence на английском – это присутствие. Присвоим ей значение true. Давайте посмотрим, как программа отреагировала на наш код. Для этого, как в прошлый раз, напишем в теле метода main ключевое слово system. Выберем из списка опцию out, поставим точку. За ней выберем команду println. В скобках укажем, что нужно распечатать. Запустим нашу программу. И в нижнем окне в результате появится вот такая строка. Все правильно. Компоновщик сработал, не ругал нас за ошибки, программа запустилась, вывела на печать все, что мы просили. Ну, строка получилась какой-то некрасивой. Придется немного изменить нашу команду вывода на печать. Обратите внимание, что мы соединили в ней переменные с помощью знака плюс. Так мы можем вставлять в эту команду любую строку. Поэтому вставим между переменными пустое пространство, пробел в кавычках, и выведем программу еще раз на печать. Ну, уже лучше, не так ли? А теперь давайте добавим в программу остальных участников вечеринки. Для этого просто скопируем фрагмент кода внутри тела main и вставим его еще четыре раза. Обратите внимание, что среда подчеркнула все имена переменных красной волнистой линии. Компоновщик не пропустит этот код на исполнение. Нельзя повторять в программе одну и ту же команду несколько раз. Надо изменить значение переменных. Ну, сделаем это. Теперь для каждого участника есть свой набор переменных, и компоновщик с этим согласен. Если мы запустим наш код на исполнение, то получим вот такую распечатку. Из нее следует, что Антон и Оксана сдали деньги, но на вечеринку не пришли. Ну, что ж, бывает и такое. На следующем уроке мы оптимизируем код этой программы. А пока у меня все. Потренируйтесь в написании программы. Если нужно, прослушайте еще раз этот урок. И, конечно, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, чтобы быстро и легко находить следующие уроки. До встречи!